В данном видео я расскажу о том, как добавлять новых пользователей к себе на блог. Итак, заходим в обмен панель нашего блога, добавить в меню пользователей, добавить нового. Здесь заполняем данные, нужно имя, то есть нового имя пользователя. Далее, роли, я хотел бы рассказать о ролях. Итак, администратор это человек, который может делать на блоге все, редактировать основные файлы, изменять темы и так далее. То есть это такая же роль, например, как у вас, как создатель данного блога. Вы можете делать все. Далее, редактор. Значит, роль редактора заключается в том, что он может публиковать статьи, создавать страницы, делать записи на медиафайлы и так далее. Он также может утверждать статьи, например, других пользователей. Автор. Автор это человек, который может только публиковать статьи для вашего блога. Больше он делать ничего не может. Он не может там редактировать и так далее. Он может только добавлять статьи. Участник. Участник это человек, который просто не может публиковать, он просто поставляет контент для вашего сайта. То есть он, да, набивает, но он публиковать его не может. Прежде чем данный контент может быть опубликован, его должен утвердить либо автор, либо редактор, либо, соответственно, администратор. Утверждает контент вот таких пользователей. Они называются участники. И последний это у нас подписчик. Подписчик это просто человек, ну, например, если вы создали какую-то страницу под паролем, какой-то платный контент запароленный, да, то, соответственно, вот подписчик может получить доступ только вот такому контенту, контенту. Все ничего здесь писать, создавать, публиковать не может на данном блоге. Все просто получает доступ к платному разделу вашего сайта через, вот, админ панель, да, то есть он должен войти в админ панель и затем может получить доступ к сайту. Таким образом вы можете создавать различных пользователей для вашего сайта.